Здравствуйте! Сегодня мы с вами начинаем разговор о таком политическом явлении, как холодная война. Именно оно во многом определяло политические отношения в мире в середине, во второй половине XX века. Термином «холодная война» называют курс того военно-политического противостояния, который проводили правительства СССР и США, начиная с 1946 года. Если говорить совсем точно, то это был курс противостояния двух систем. Это социалистическая система в главе с Советским Союзом и система капиталистических стран во главе с Соединенными Штатами Америки. Большинство исследователей относят начало холодной войны к 5 марта 1946 года. В этот день бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь. Черчилль уже не возглавлял британское правительство, его консервативная партия потерпела поражение на парламентских выборах летом 1945 года. Он приехал в США как частное лицо. Он выступал в городе Фултоне перед студентами Вестминстерского колледжа. Его речь, наверное, должна была быть посвящена тому, как им повезло жить в такое время, в такой стране, учиться в таком замечательном колледже. Но речь Черчилля совершенно неожиданно получила политическое продолжение. Собственно, на это политическое продолжение рассчитывал как Черчилль, так и президент США Гарри Трумэн, который тоже присутствовал в этот момент в Вестминстерском колледже. Если кратко разъяснить суть фултонской речи Черчилля, то там было сказано, что сейчас, когда мир справился с мировым фашизмом, самое время начать войну с мировым коммунизмом. Именно эта фултонская речь была воспринята в Советском Союзе как явный шаг западных стран по установлению военного типа отношений между странами Запада и Советским Союзом. Принято считать, что главной причиной этой войны стало то противоречие, которое существовало между Социалистическим Советским Союзом и капиталистическими западными странами еще в 20-30-е годы и обострилось после 1945 года. Тот договор, тот союз, который заключили между собой СССР, Великобритания и Соединенные Штаты Америки в годы Второй мировой войны, оказался лишь временным. Это был не мир, а не более чем перемирие. Реакция Советского Союза на фултонскую речь Черчилля была вполне предсказуема. Она была напечатана в советских газетах и, разумеется, была расценена как очередной призыв к войне. Казалось бы, менее года назад была разгромлена Германия. Всего за полгода до фултонской речи Черчилля завершилась сама Вторая мировая война разгромом Японии. Почему же западные страны вновь призывают к военным действиям? Безусловно, когда мы говорим о холодной войне, мы не можем не ставить вопроса о том, кто же виноват в том, что столь спокойное развитие мира вдруг сменилось холодной войной. Во-первых, конечно, совсем не вдруг. Было понятно, что в 1945 году этот союз окажется лишь временным явлением. Но все-таки какая страна выступает здесь в качестве инициатора? Традиционно в советской историографии считалось, что виноваты Соединенные Штаты Америки. СССР приложил огромные усилия для того, чтобы справиться с мировым фашизмом и теперь выступать с подобными агрессивными заявлениями в адрес Москвы было, по меньшей мере, нечестно. Со стороны Великобритании и явно поддержавших Великобританию Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, в годы перестройки, в 90-е годы XX века в нашей стране распространялась точка зрения, связанная с тем, что Советский Союз сам несет всю ответственность за возникновение холодной войны. Правда, непонятно, как с этой точки зрения должен был действовать Сталин в 1945 году, может быть, надо было согласиться на распад СССР. Правда, тогда неясно, зачем нужно было сопротивляться гитлеровской агрессии. Но в любом случае на СССР возлагали ответственность за возникновение очень многих конфликтов, например, войны в Афганистане. Впрочем, в наши дни обе эти тенденции, объясняющие возникновение холодной войны только советской или только американской виной, уже считаются не слишком актуальными. Всем ныне ясно, что холодная война — это явление системное. Здесь единственного виноватого, наверное, найти будет очень сложно. И Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки пытались выжить максимум из своей победы во Второй мировой войне. Разумеется, СССР мечтал о том, чтобы система социалистических стран была всеобъемлющей. Пусть даже идея мировой революции в этот момент была не слишком актуальна, от нее, в принципе, в 30-е годы уже начали отказываться. Но все равно появление социалистических стран в Восточной Европе, появление социалистического Китая, Вьетнама, впоследствии и других государств очень способствовало тому, что Советский Союз стал распространять свое влияние в мире. Соединенные Штаты Америки, разумеется, своих позиций сдавать совершенно не собирались и, напротив, пытались распространить свое влияние на те страны, которые традиционно относились к сфере влияния сначала Российской империи, а затем и Союзу Советских Социалистических Республик. Впрочем, можно попытаться установить, кто несет хотя бы моральную ответственность за возникновение Холодной войны. Фултонская речь и на Западе считается моментом, который сыграл роль стартового выстрела в этом процессе противостояния, да и проявления Холодной войны тоже в первую очередь стали появляться на Западе. Пожалуй, наиболее важным проявлением этого курса противостояния была так называемая гонка вооружений. Это явление не новое, но именно в конце 40-х годов оно становится всеобъемлющим, глобальным. Первый момент, связанный с гонкой вооружения в послевоенном мире, разумеется, это вопросы, связанные с изобретением атомной бомбы. Соединенные Штаты Америки произвели свои первые испытания атомной бомбы на полигоне Баламу-Гордо 16 июля 1945 года, за день до открытия Потсдамской конференции. Это, безусловно, было сделано для того, чтобы просто поставить Сталина перед фактом. У нас есть мощнейшее оружие массового поражения, поэтому Советскому Союзу не следует слишком настаивать на своей точке зрения и на том, чтобы вопросы послевоенного устройства мира решались именно так, как этого хочет Москва. Советский Союз в этом плане в 40-е да и в 50-е годы постоянно отставал. Атомная бомба в СССР, безусловно, была создана уже в 40-е годы, но ее первые испытания на полигоне под Семипалатинском состоялись только в августе 1949 года. Получилось, что Соединенные Штаты Америки с технологической точки зрения опережали нас в холодной войне. И это противостояние, точнее, это преимущество Соединенных Штатов Америки сохранялось довольно долго, вплоть до середины, а может быть и до конца 1970-х годов. В 1952 году Соединенные Штаты Америки произвели первые испытания термоядерной бомбы, ее также называют водородной. СССР опять отстал, наши испытания первой бомбы, подобного типа относятся к 1953 году. В процессе гонки вооружений речь шла не только о бомбах, но и о средствах их доставки. Соединенные Штаты Америки традиционно делали ставку на свои дальние бомбардировщики, но довольно быстро выяснилось, что этот способ небезопасен. Ведь развивались средства противоракетной и противовоздушной обороны, и, безусловно, рассчитывать на то, что самолет американских вооруженных сил прорвется к Москве или любому другому крупному городу в Советском Союзе незамеченном, было довольно сложно. Именно поэтому в 1950-е годы разрабатываются проекты создания межконтинентальных баллистических ракет. Принято считать, что первая такая межконтинентальная баллистическая ракета была опробована в Советском Союзе 4 октября 1957 года. Но она не была отправлена на другой континент, как следовало бы предполагать. При помощи этой ракеты в космос был отправлен первый искусственный спутник Земли. Советский Союз в этом отношении стал пионером освоения космоса. Принято считать, что Соединенные Штаты Америки создали первую межконтинентальную баллистическую ракету только в 1959 году. Впрочем, нетрудно догадаться, что военные разработки как в Советском Союзе, так и в США были засекречены. И, по мнению ряда исследователей, первые испытания прототипа межконтинентальной баллистической ракеты США провели уже в 1955 году, то есть опять опередив Советский Союз. В гонку вооружений, а мы с вами говорим только о самых начальных ее этапах, стали быстро включаться и другие государства. Так, в 1952 году первые испытания атомного оружия произвела Великобритания. Это было сделано у северного побережья Австралии. В 1957 году Великобритания получила собственную термоядерную бомбу. Что касается Франции, то она тоже провела испытания атомной бомбы в 1960 и водородной бомбы в 1968 году. Тогда же, в 1960-е годы, к клубу ядерных держав присоединился и Китай, который официально объявил о наличии у него ядерного оружия в 1964 году после проведения испытаний в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Этими пятью названными нами государствами ядерный клуб очень долго и ограничивался. Только в начале 21 века к ядерному клубу официально присоединились Индия и Пакистан. Впрочем, есть подозрения в том, что подобное оружие или, по крайней мере, прототипы этого оружия есть и у других государств, таких как Иран или Израиль. Долгое время считалось, что ядерное оружие или, по крайней мере, прототип такого оружия может создать Ирак. Но после краха режима Саддама Хусейна стало понятно, что все это лишь выдумки западной прессы. Время Холодной войны также вошло в историю как эпоха блоков. Разумеется, Соединенные Штаты Америки не могли в одиночку противостоять Советскому Союзу и тому блоку социалистических стран, который сопровождал СССР вплоть до начала 90-х годов. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы создать военно-политическое объединение западных стран с целью противостояния распространению социалистической и коммунистической идеологии. В Европе такой блок был создан еще в 1948 году, когда Великобритания, Франция, Италия и страны Бенилюкса подписали Брюссельский пакт. В результате подписания этого договора был создан так называемый Западный Союз. Соединенные Штаты Америки, разумеется, решили возглавить эту организацию и уже в марте 1949 года было создано новое военное политическое объединение. Оно получило название Организация Североатлантического Договора или НАТО от английского сокращения North Atlantic Treaty Organization. Организация Североатлантического Договора или НАТО, как ее можно короче называть, в то время включала в себя всего 12 государств. Разумеется, главную роль здесь играли Соединенные Штаты Америки. Впрочем, им удалось найти достаточное количество союзников и в Европе. Членами НАТО являлись и продолжают являться как Великобритания, так и Франция, и страны Бенилюкса, и Италия, и многие другие государства. Одним из наиболее характерных моментов существования НАТО является постоянное расширение этого альянса. НАТО постоянно включало в себя новые государства. Так, например, в 1952 году членами этого союза стали Греция и Турция. В 1955 году Германия, точнее, в то время только Западная Германия под названием ФРГ. В 1982 году в НАТО вошла Испания. Расширение НАТО на восток продолжалось даже после формального окончания Холодной войны. Так, уже в 1997 году членами этого альянса стали бывшие социалистические государства Польша, Венгрия и Чехия. В 2002 году в состав НАТО вошли не только бывшие социалистические Болгария, Румыния, Словакия и Словения, но и бывшие советские республики Эстония, Латвия и Литва. Более того, уже практически в наши дни, в 2009 году членами этой организации стали такие, также бывшие советские государства, как Албания и Хорватия. В рамках НАТО было создано Объединенное военное командование. Формально это командование подчиняется единому центру, который располагается в Брюсселе. Но, безусловно, ведущую роль в процессе планирования деятельности НАТО и организации его акций играют именно Соединенные Штаты Америки. Впрочем, Объединенное военное командование — это система не вполне всеобъемлющая. Так, например, в 1966 году из-под действия Объединенного военного командования вышла Франция. Долгое время именно Франция считалась, пожалуй, основным потенциальным союзником Советского Союза в рамках НАТО. То есть, вроде бы страна была членом этой организации, но при этом с Советским Союзом у нее были вполне нормальные отношения. Разумеется, если сравнивать эти отношения с теми, которые были у СССР с Соединенными Штатами Америки. Впрочем, в 2009 году Франция в военное командование НАТО возвратилась. Организация СССР оказалась вовсе не единственным военно-политическим объединением, которое было создано западными странами в их борьбе против социалистической агрессии. Еще в 1947 году был подписан договор о совместной обороне стран западного полушария. А впоследствии были созданы и другие организации, целью которых было пресечение активности Советского Союза в проникновении в те или иные регионы. Так, например, в 1952 году было создано объединение ANZUS. Его название — это сокращение по первым буквам участников — Австралия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки. Понятно, что это объединение было создано с целью недопущения проникновения социалистических режимов в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впрочем, вы прекрасно понимаете, что существование Северной Кореи, Китая, социалистического Вьетнама — лишнее доказательство того, что ANZUS со своими обязанностями справлялся довольно плохо. Впрочем, кроме этих организаций были и другие организации, такие как СИАТО, СИНТО, АСПАК и многие иные. Они должны были выполнять задачи по пресечению распространения советского военного и политического влияния в те или иные страны мира. Но кроме силовых существовали и экономические методы регулирования Холодной войны. Так, в 1949 году странами Запада была создана организация, известная по аббревиатуре КОКОМ. КОКОМ, или Комитет по многостороннему контролю за обменом Восток-Запад, объединял практически все страны НАТО, кроме Исландии. Кроме того, в эту организацию входили также и Япония, и Австралия. Главной задачей КОКОМа было пресечение экспорта в социалистические страны, ну и, разумеется, в Советский Союз в первую очередь товаров, которые могли бы иметь стратегическое значение и повысить военный или стратегический потенциал Советского Союза и членов Организации Варшавского договора. Несмотря на то, что в начале 90-х годов КОКОМ был официально ликвидирован отдельные случаи, пресечения экспорта подобных технологий из стран Запада на Восток были зафиксированы и в 90-е годы. Советский Союз по большому счету ответил на это только один раз, когда в 1955 году, через шесть лет после создания НАТО, была образована Военная Лига Социалистических Стран. Она получила название Организация Варшавского договора. Нетрудно догадаться, что в 1991 году эта организация прекратила свое существование. Многие считали, что и НАТО должна объявить о самороспуске, но этого, как вы понимаете, не произошло. Если же говорить о тех методах, которыми пользовались страны НАТО и в первую очередь Соединенные Штаты Америки на начальных этапах Холодной войны, то изначально они пытались решить все свои задачи методами экономическими и дипломатическими. Пожалуй, наиболее актуальными были дипломатические методы. В конце 40-х годов Америка избирает для себя новую внешнеполитическую доктрину. Она получила название Доктрина Трумэна. Президент США Гарри Трумэн объявил, что Соединенные Штаты Америки имеют право вмешиваться во внутренние дела тех стран, которые сталкиваются с угрозой установления коммунистических или социалистических режимов. С 1947 годом это заявление было связано совершенно не случайно. Тогда шла гражданская война в Греции, и в этой стране вполне реальными были шансы коммунистов на получение власти. Подобная же война шла в это время и на территории Турции. Безусловно, доктрина Трумэна, по большому счету ее никто не отменял, сменила доктрину Монро. Если вы помните, с середины XIX века Америка объявляла, что не будет вмешиваться в дела Старого Света. Но зато во второй половине XX века Соединенные Штаты Америки наверстали ранее упущенные возможности. СССР аналогично ответить по большому счету не мог. Политическое влияние Советского Союза исчерпывалось блоком социалистических стран. Но, правда, военное проникновение в другие страны Советский Союз все-таки начнет. Но произойдет это не в 40-е, а уже в 60-е годы. Как вы понимаете, речь будет идти о Кубе. Кроме дипломатических, существовали и экономические рычаги давления на своих потенциальных союзников. Соединенные Штаты Америки внедряют так называемый план Маршала, который предполагал выделение значительных денежных средств западноевропейским странам для восстановления их экономики. Советский Союз отказался участвовать в плане Маршала и заставил сделать это те государства социалистического лагеря, которые были бы не прочь восстанавливать свои промышленные мощности за счет американских денег. Впоследствии выяснилось, что Советский Союз был не так уж и не прав. Безусловно, привязав к себе западноевропейских промышленников, американцы получили абсолютные гарантии их лояльности в случае любых внешнеполитических акций. Любые разговоры о возможности прихода власти коммунистов, допустим, в Великобритании или во Франции, были абсолютно исключены. Разумеется, капиталисты нуждались в том, чтобы кто-то сохранял их капиталы, а кто мог это сделать надежнее, чем Соединенные Штаты Америки. Впрочем, именно в это время, в конце 40-х годов, произошло и первое столкновение между СССР и Соединенными Штатами Америки. Эти события, развернувшиеся в 1948-1949 годах, получили название «Берлинский кризис» или «Первый берлинский кризис», с тем, чтобы отличать его от событий 1961 года. Вы прекрасно помните, что по итогам Второй мировой войны Берлин, как и вся Германия, был разделен на несколько частей. К 1948 году эти части объединились в два блока. Первая часть, социалистическая, присоединилась к социалистическому сектору Восточной Германии, а остальные три сектора, английский, американский и французский, создали объединение, условно тогда называемое «Западный Берлин». Советский Союз категорически не устраивало наличие анклава капиталистических стран в самом центре контролируемой Советским Союзом территории. В 1948 году было объявлено о начале блокады Западного Берлина. Впрочем, американцы совершенно не собирались сдаваться. Вместо того, чтобы объявить о присоединении Западного Берлина к территориям, контролируемым Советским Союзом, они организовали воздушный мост, по которому из стран Запада в Западный Берлин потекли продовольствия, почта, необходимые специалисты. То есть, таким образом, идея блокады, по большому счету, провалилась. И в 1949 году Советскому Союзу пришлось с этим смириться. Впрочем, это противостояние имело и вполне конкретный результат. Именно тогда, в 1948-1949 годах, было образовано два полноценных германских государства. Западная Германия получила название ФРГ, Федеративная Республика Германия, а Восточная Германия, которая находилась под контролем СССР, стала ГДР, Германской Демократической Республикой. Впрочем, конфликт, разумеется, на этом исчерпан не был. Его окончательное разрешение, по крайней мере, как считали тогда, относилось только к 1961 году. Но об этом конфликте, как и о других конфликтах, которые шли в процессе холодной войны в 50-70-е годы, мы поговорим с вами уже на нашем следующем уроке. А наш сегодняшний урок, посвященный началам холодной войны, на этом окончен. Спасибо за внимание.